Субтитры создавал DimaTorzok Первые дни Нового года. Мусорные шахты бейских девятиэтажек перестали справляться со своей функцией и начали буквально лопаться от переполнения. Впервые за последние годы. В соцсетях появились фотографии и видео. Причина оказалась до неприличия простой. Пандемия и морозы загнали бейчан в квартиры. И объем мусора вырос по сравнению с будничными днями в два с половиной раза. Официальных документов на сегодняшний день ни одного не поступило от управляющих компаний. Но, скажем так, с соблюдением того графика, который должен был быть, ну, как обычно, в текущем режиме, в празднике, так не получилось. То есть необходимо было увеличить количество входов машин. Мусора было в два раза больше. Это больше, чем обычно, в связи с тем, что у нас автомобили делали, где раньше даже два рейса мы отгружали контейнерной площадки. Мне приходилось и три делать, потому что мусора было очень много. В частном секторе, в принципе, все прошло, как бы, говорится, по графику более спокойно, чем где были контейнерные площадки. Потому что нам без исключения неизвестно, что частный сектор бывает также пользуется общими контейнерными площадками, которые находятся на квартирных домах, особенно те, которые рядом стоят с дорогой. Нормально, ну и тут вот только в первом подъезде было много, а так весь дом чистый был. Мы считаем, нормально. Сейчас хорошо вывозят. Нормально вывозят. Они в 7 утра, и еще днем потом часа в 4 приезжают. Каждый день убирают. Набирают каждый день? Да, конечно. Каждый день столько много набирается? Ну, это, наверное, вот не это самое, но вообще очень часто убирают. Больше всего проблем возникло в девятиэтажках. Именно из этих домов и поступали жалобы. Но, как отметили диспетчеры регионального оператора, звонили не только для того, чтобы ругаться, но и чтобы помочь. Машина понаставит здесь, и не подъедешь ни хрена. Хоть номера пиши, хоть там что. Медики, кафе. А контейнеры не вывозятся из-за этого мусора, из-за этих машин. Мы столкнулись с отгрузкой этого мусора. То есть у нас наши некоторые недобросовестные граждане побросали возле мусороприемных шахты, автомобили где-то у контейнерных площадок были. То есть выходили на управляющие компании, выходили на домкомы, там с боем эти машины отгоняли, но все отгружалось. То есть какие-то, если где-то были перебои, где-то даже не из-за наших причин. А отгружать, по словам самих бейчан, было, что за 10 дней каникул мусорные шахты оказались забиты пакетами, пластиком и прочими отходами. И все мусоропроводы забиты. Я вот мыла сейчас, все забито. Потому что и здесь все забито, и, естественно, все забивается. Как накопится битком, все стояк-то забивается. И все, а мусора некуда. А машины по колесам пинают, все бесполезно, крутые. Сразу на кухню заезжай. К 4 января обстановка наладилась. На линиях одновременно работали до 16 спецмашин. Но к человеческому фактору добавился природный. Не любит гидравлика морозы. И техника начала ломаться. Мороз был, сами видели, под 40 градусов. Техника где-то не выдерживала, замерзала. Приходилось ее отогревать. Где-то чуть-чуть с опозданием этого отгружалось. То есть, в принципе, в графике все выдерживались. Даже если где-то были какие-то неотгрузки, но это все в ближайшее время в быстром рабочем порядке все устранялось. То есть, в плановом режиме все работает. Несмотря на проблемы с организацией и работой регионального оператора, по информации администрации Бейска, вывоз мусора в каникулы производился по летним нормативам, то есть ежедневно, а не раз в три дня, когда пускается зимой. Кроме того, площадки, которые обслуживали два раза по будням, в каникулы отгружались трижды. Если машина не выходила из-за мороза утром, она приезжала в неустановленного времени. В администрации была сформирована группа для решения вопросов, то есть для мониторинга ситуации в коммунальной сфере, ну и, соответственно, корректировали рекоператора, который устранял все недостатки своей работы. 4-го числа работа нормализовалась. Еще хотелось обратиться к нашим гражданам. То есть нельзя складировать ТКО, то есть тот мусор, за контейнерной площадке, не в бак, а это законом запрещено. Есть бак, у него надо класть. А у нас, как правило, если сугробы или где-то доступа нету, бросают, не доходя до контейнерной площадки. Это даже законом запрещено, за это заштрафуют. Каникулы закончились. Уже в первый рабочий день на площадках для сбора ТКО появились первые отслужившие елки. Зеленые ветки густо прикрывают крупногабарит, а через неделю после крещенских праздников их станет еще больше. В прошлом году с этим особо проблем не было. Будем надеяться, что и нынче не будет. Елка не является ТКО, это должна управляющая компания заключить отдельный договор с каким-то оператором по вывозу мусора, и также это вывозится, так как строительный мусор, и там ветки, листва, и ботва, все остальное за отдельную плату. То есть, в принципе, мы еще раз обращаемся к тем управляющим компаниям, которые должны в свое время наорганизовать жителям, чтобы могли они утилизировать новогодние елки. Согласно постановлению премьер-министра России, с 1 января 2021 усиливаются требования к мусорообработке, то есть они становятся едиными для всех регионов. Добавлены и новые пункты. Приоритеты отдаются защите окружающей среды. Схема раздельного сбора мусора приобретает все более четкие очертания. Но это отдельная тема, к которой мы еще вернемся. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийского город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты бийский рабочий bework.ru.